Спасибо вам огромное. Всегда мы начинаем вовремя, да, в всяком случае очень стараемся это делать. Сегодня мы собрались вот по какому поводу. Сначала я вам скажу, что в три часа у нас следующее мероприятие детское. С нами остается товарищ генерал Виталий Троевич, Николай Валентинович и Валерий Михайлович. Вот, а всех остальных мы отпустим. И вот эта троица будет развиваться уже с детьми, да, с ребятами. Несколько человек, вот трое у нас детвора, подрастающие поколения, молодежь. Мы посчитали, что несмотря на то, что помещение в библиотеке небольшое, но дети тоже тут должны быть. Потому что, ну, эта встреча, это одна из уникальных, когда Виталий Троевич приезжает к нам в гости. Мы всегда очень счастливы с ним сами встречаться и приглашать, конечно же, тех, кто его любит, кому он дорог. Вот, когда это происходит на улице, там, конечно, больший коллектив с ним встречается. Познакомились мы, если честно, я уже не помню когда, но помню как, да. Я об этом уже как-то рассказывала, наверное, не буду об этом говорить. Рассказать, да? Рассказать, как мы познакомились с Виталем Троевичем. Уже вкратце. Вкратце. Ну, дело было так. Идем пропустим. Витя аж покраснела. Дело было так. У нас мероприятие, ребята телевидение приезжает. И вот-вот уже считанные минуты, а мы тут что-то, какие-то промежутки маленькие были, мы ничего не успевали. И мы рокировки тут столов делаем, меняем, носим стулья, ну, в общем, бегаем все в мыле. Вот. И заходит Валерий Михайлович и говорит, я вам сейчас генерала приведу. Вы тут вот с ним чуть-чуть пообщайтесь, а я пока мне там куда-то надо то ли сходить, то ли съездить. Думал, господи, нам еще генерала не хватало тут, сейчас еще с генералом носиться, бегать, ну, прям сильно некогда. Заходит Виталий Петрович, вот с этой широкой улыбкой. Ну, сердце уже все растаяло. И он, что он сделал? Он после, здравствуйте, он берет стул и спрашивает, смотрит, ориентируется, куда нести, и ставит именно туда, где должен у нас в нашей вот голове, по нашим соображениям, стоять этот стул. Все, дальше можно уже ничего не рассказывать, да. Вот. Мужчины это что? Мужчины это не слова, мужчины это действия. Ну, вот настоящие мужчины, и мы прям тут, библиотека женского рода, она счастливо купается вот в этой поддержке. Я не буду говорить там о внимании и всем прочем, вот в этой колоссальной поддержке. Когда Виталий Петрович что-то присылает, да, из подарков у нас тема сегодняшнего мероприятия, Виталий Петрович присылал какое-то время подарки, какие-то мы распечатывали сразу, вот вы можете видеть их здесь. Мы никогда не делим, что отдать там совету ветеранов, что оставить в библиотеке, да. Я знаю, что я в любую секунду позвоню, скажу, Валерий Михайлович, у нас там вот во столько-то состоится мероприятие, и тут будет абсолютно все, что есть у Валерия Михайловича, что есть у Анатолия Васильевича, да, Рус, что есть у второго Васильевича Бориса. Ну, то есть здесь будет Николай Валентинович, тут же поддержка со всеми абсолютно материалами, вот недавно проводили он и самолеты какие-то приносил. Ну, для нас, для девочек это сложно, а мальчишки вот разбираются гораздо лучше в самолетах, чем, ну, вот наш, к примеру, женский коллектив. Вот. И поэтому вот у нас сегодня такая встреча, Виталий Петрович говорит Валерию Михайловичу, а давай мы там какую-то посылку не будем распечатывать. И сейчас мы принесем, наверное, все эти посылки сюда, выставим на стол, и вот вместе с вами распечатаем некоторые из них, скажем так, те, которые вы еще не видите вот здесь на стенах. Еще очень хочется мне сказать, я вот вчера в очередной раз расставляла все это с Ириной Анатольевной, вот она сидит очень скромно, но это, ну, вот, колоссальная поддержка вообще во всем, и генератор идей и всего прочего, библиотекарь детского абонемента. И я вот думала, вот, какой предмет для меня, вот, сказали бы выбрать, самый-самый дорогой. А я не знаю. Основные правила полетов в воздушном пространстве СССР. Уникальный предмет, да? Методический справочник летчика, 59-й год, управление полетами в частях авиации. Вы представляете, какие вот у нас экспонаты есть в библиотеке? Анатолий Васильевич, а вот следующее мероприятие у нас будет за этом, и мы тут вернем выставку с картами. И еще там прочим, Анатолий Васильевич говорит, за это в советское время могли посадить засекреченная информация, а теперь у нас в библиотеке она появилась, и вот люди могут здесь ее смотреть. То есть, вот какое, что здесь не возьми, оно все дорого. Почему? Во-первых, потому что это адресно было прислано нашим читателям. Да, Виталий Петрович? Вот наковенный планшет летчика. Вот, видите, резинка, ну, для детворы. То есть, он вот здесь, и вот здесь открываешь, и тут записи, сделанные рукой, да, понятно, кого. Вот эта вещь, шлемофон кожаный, он у нас вообще, вот детвора его меряют, фотографируются в нем, во всех мероприятиях используются. Вы представляете, прикоснуться вот к этому предмету, тем людям, которые далеки от этого, может померить. Вот, очки не отсюда, мне уже не раз летчики сказали, но тем не менее, мы их не снимаем, вот они. Повернись к дядям. О-о-о! 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 Красавчик! А теперь повернись к тетям! О-о-о-о! О-о-о! О-о-о! Тети тут тоже у нас непростые, между прочим, они не понаслышке знают о работе летчиков, да, о работе... Да, 62-го истребительного, вот, то есть вот тут, да, женщины тоже с нами очень непростые. Снимай! Ага! Потом другие померят, сейчас уже не будет. Имей в виду, раз одел климофон, значит, ты обязан стать летчиком, только так. Вот так. Игенералом. Вот, однажды... Игенералом. Однажды Виталий Петрович нам принос коробку конфет, теперь и она используется. В наших мероприятиях. Посмотрите, насколько она шикарно оформлена. Мы наполнили ее другими конфетами. Но она у нас используется, да, во всех мероприятиях. Осверлили. Да, немножко. Как она оформлена? Вот, посмотрите, насколько это интересно. Во-первых, тут, понятно, везде самолеты. А там поделка. А тут какая-то вам поделка. Посмотрите, тут карта. Все по-взрослому. Тут не просто так, тут на кальке карта. Вот насколько продумано, насколько интересно это оформление. Ну, придите в виду, что это вот связано с летой работой. Она не такая сладкая. Вот, но потом мы угостим по завершению мероприятия, чтобы сейчас, да, мне это не пачкали руки. Посмотрите, какая у нас есть книга. Вот я ее держу, а у меня дух захватывает. Чем она уникальна, помимо того, что она о летчика, да? Когда я ее открываешь. Здесь написано. Моему соратнику и другу, Ефремову Виталию Петровичу. От генерал-полковника авиации Москвителя Николая, Москвителева Николая Ивановича. Далее, да, вот на портрете, на ковре. Вот дальше на портрете. И далее, может быть, вы без очков почитаете, нет? Что вы дальше написали? Вспомнить? Да, Виталий Петрович, пожалуйста. Передаю в дар дорогим читателям библиотеки филиала 30 легендарного города-героя Севастополя, Бельбекского авиагарнизона. На протяжении многих лет легендарное Ейское авиационное училище готовило летные кадры авиации военно-морского флота СССР, ну и РФ, соответственно. Одним из выпускников в 1947 году был наш кумир, учитель, выдающийся авиационный руководитель современности, командующий авиацией ПВО страны, президент клуба заслуженных военных летчиков, испытателей, штурманов, заслуженный военный летчик СССР, генерал-полковник авиации, москвителев Николай Иванович. Вот его портрет. 27.7.26 года рождения, 12.02.2020 года, он ушел. Ушел в последний полет. Командир в свое время, 62-го ИАП ПВО имени 50-летия ВЛКСМ, 58-63 годы. В 62-м году полк был признан лучшим авиаполком авиации ПВО страны. В июле, 24-го, 26-го июля 2015 года, мне посчастливилось по приглашению Николая Ивановича участвовать в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летнему юбилею училища Ейского, ну, который мы зачитали, в свой год закончил. И это для меня был подарок очень дорог на всю оставшуюся жизнь. И вот этот вот подарок Николая Ивановича, мне он очень дорог, этот подарок. И я этот подарок передаю дальше. Для чего? Да для того, чтобы, я знаю, здесь регулярно, постоянно проводится работа вот с нашим подрастающим поколением. И библиотеки 30, расположенной в авиационном гарнизоне, само предназначение, чем вы должны заниматься. Конечно же, чтобы отсюда выходили вот туда, в большой полет. Летчики, летчицы. А вы знаете, что в настоящее время уже и выпуск был в Краснодарском училище. Уже девушек выпустили, летчиков, истребителей. Понимаете сами. Поэтому я и хочу пожелать вот подрастающему поколению вперед в небо. Дай бог, чтобы именно этот библиотекский гарнизон и славился тем, что пополняет ряды наших воздушных сил России. Ну и, соответственно, с уважением, начальник управления авиацией Московского округа ПВО, генерал-лейтенант авиации, заслуженный военный летчик СССР Ефремов. С любовью. Такая уникальная книга, и я очень часто думаю о чем. Виталий Петрович ведь мог передать ее в какой угодно музей, да? Музей авиации Москвы или нуль, в любой. И она бы там была одним из самых уникальных предметов. А Виталий Петрович принес нам наших читателей. Вот мне очень хотелось об этом сказать. Тут о каждом предмете можно вообще говорить часами. Тут и телеграмма есть, и очень много всевозможных предметов. Но мне бы хотелось передать слово нашему гостю, Виталию Петровичу. Значит, в 16-м году я обосновался здесь. В 16-м. И вот продолжаем. Я прибыл с сыном, сын на машине, а я перекладными с Чкаловского через Ростов и площадкой в Бельбеке. Вот добрался. И впереди у нас, дорогие друзья, конечно же, дата связанная с нашим легендарным городом-героем, это, ну, самый главный для нас, для всего Советского Союза, для Российской Федерации, это День Победы. Я мысленно представлял и говорил, и не стесняюсь, было бы хорошо завести такой порядок, встаешь где-то или приехал, поздоровался, С Днем Победы. И мы имеем в виду, да, И именно сегодня, 30-го апреля, 45-го года, водражено Знамя Победы. Где? На Рейхстаге. Именно в этот день. 30-го апреля, именно. Вот в этот день. Понимаете? Ну, и впереди нас ждет, конечно же, вслед за Днем Победы, или в этот же день Победы, 9-го мая, это 80-летие освобождения нашего легендарного города-героя. И как мы бы смотрели в глаза нашим всем знакомым, и вроде где там, да, где-то там Севастополь отмечает 80-летие освобождения, именно вот в этот день, и мы согласовали намного раньше с Валерием Михайловичем, и договорились, что, конечно же, стоит того, чтобы медаль, посвящена этой дате за подписью председателя Совета ветеранов, обязательно должна быть изготовлена. О чем мы, видите, говорили, и все выполнено. Вот вами, Валерий Михайлович, Николай Валентинович, огромное спасибо, что именно эта медаль появилась. Она будет передана и в Москву, там есть же ветераны, да, 62-го полка, ну и ветераны Московского округа ПВО тоже самое получат, часть медалей. Мы тоже участвовали именно в этой, ну как говорят, компании по сбору средств и изготовлению медалей. Я очень доволен и рад, что именно так она и получилась. Ну, а сейчас я хотел бы вручить то, что я прихватил с собой в этот раз. И прежде всего, вот это, ну, надо сказать, что самое примечательное, во всяком случае нам с вами понятно, именно в этом гарнизоне существует это заведение, библиотека Бельбекского авиационного гарнизона. И я бы с удовольствием и выполняю поручение председателя Совета Союза ветеранов Московского округа ПВО. В этом году нашему Московскому ордену Ленина Московского округа ПВО, ну, которого сейчас нет уже, конечно, история идет, обрабатывается, перерабатывается все, но исполняется 70 лет. Поэтому по поручению председателя я хочу вручить эту медаль посвященную 70-летию ордена Ленина Московскому округу ПВО, библиотеке. Всем нашим депутатам. Она, я думаю, займет достойнейшее место здесь. И ради того, чтобы и наши потомки знали эту историю. Я привез здесь тоже хочу вручить библиотеке, называется Черниговские соколы. Это посвящено выпускникам Черниговского авиационного училища летчиков ВВС. Я закончил его в 64-м году, и этот выпуск наш назвали, не мы сами называли себя, а все те, которые и до нас выпускались, и руководство училища назвало золотой выпуск. Он единственный в своем роде имеет это наименование достойнейшее во всей авиации бывшего Советского Союза. Золотой выпуск. Ну, здесь вся история. Посмотрите, подскажете. Ну, а у меня память... Вы обязательно подпишите, Виталий Павлович. Да, да. Идет, вот видел я на борту здесь бортовой номер 14, до поступления в Черниговское училище. Я поступил в свое время, это 59-й год, 17-й с ним юношей. Поехал и приехал только примерно через год в отпуск домой. В общем, поступил в Кремичевское авиационное училище первоначальное обучение летчиков. Десятый во укол ВВС. Это все связано было с ВВС. Мы знаем, что в Советском Союзе училище ПВО было одно, Армавирское. А все остальные по Советскому Союзу были ВВСовские. И не хватало летчиков, чтобы пополнить около 130 авиационных полков авиации ПВО летным составом. И обязательно из каждого училища ВВС по приказу министра обороны, он из года в год один и тот же приказ, энное количество летчиков, но сколько по запросу авиации ПВО запрашивали. Отсылали в авиационный полки ПВО. Вот таким образом в 64-м году по окончанию Черниевское училище я попал в авиацию ПВО и так и до конца, и поныне. В авиации ПВО. ПВО А вот ПВО ПВО 14, это мы в Крымичуге весна подошла, еще не было этого указа Хрущевского о миллионном сокращении. мы сделали по два-три полета на Як-18, ну весной, 60-го года, и после этого объявили ковер, и все, пошла вот эта реформа, так называемая, Хрущевская. И там я получил позывной первой своей летной жизни в первой кабине Як-18А, позывной 14, вот на борту я вижу позывной 14, и так он со мной на всю жизнь. И кстати, вот в этой книге, которую я обозвал, полет по большому кругу, мне помогли в Черниевском училище выпустить вот эту книгу, личные воспоминания, здесь я именно и описываю эти все моменты, свои шаги в авиации, ну и училище и в авиации ПВО. Для меня он ПВО родной дом. Дальше, дорогие друзья, вот эти книги русской авиации, ну а это сами понимаете, заслуженнейшему авиатору всех времен и народу, как говорят, Виталию Попкову посвящена эта книга. Тоже вручаю Татьяне Олеговне Аплодисменты. Русская авиация в первой мировой войне. Но это редкостные издания, я скажу вам. И мне не жаль. И вообще, я чтобы не повторялся, мне не жаль сюда привозить и такие, а более достойные тоже самое, именно для того, чтобы вот, подрастающее поколение училось на этих всех примерах, вот, и пополняли авиацию в ТУМО. Выбор, а это... Не только подрастающее поколение, это важно, да, и вот для этого поколения, которое тут сидит, тоже интересно такие книги посмотреть, что-то забыли. И почитать, да, историю. И для женщин, да, это уникальный. Ну, в свое время авиатор, оказывается, попался в министр обороны, да, помните, Шапошников-то был. Вот его воспоминания тоже самое передают. А это мне вручили на мероприятия, которые проводили тоже те, которые вот до Великой Отечественной войны и после Великой Отечественной, там еще школы, сохранялись небольшие авиационные, где выпускали тоже летчиков. Ну, с последующим поступлением именно в среднее училище высших еще не было. Вот эти воспоминания. Тоже на мероприятии здесь все эти, как говорят, мы говорим причиндалы и приглашения, все здесь вложено. Я думала, это конверс с деньгами, которые вы забыли вынуть. Думаю, мало ли вам подарили там на квартиру, а вы вместе с книгой случайно. А может там десятки с Лениным. Ну, и вы знаете выражение, да, фронтовиков. И последующие мы песни есть, поклонимся, ну, здесь написано далеким тем годам, великим тем годам, знаете, да? Это наше святое выражение, мы так и несем в душе. Поклонимся, поклонимся, поклонимся под душе. Вот, тут уже женщины подпевают. Это, Валерий Михайлович, это, ну, на вашу смитерингу, посмотрите здесь, даже для солдат памятка, что должен делать и прочее, ну, и о ветеранах есть выписка из приказа министра обороны. Про солдат может быть на 30-ю батарею. Да, 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 да. А это вот боевому комиссару, вот, слетаной паре, мы говорили, да, Валерий Михайлович и Николай Валентинович. Пожалуйста, да, это вот, даже с ручкой, ну, путевые заметки. Я вас, на камеру снимаю, тебе не заметки, а потом мы же дописываем. Так, Татьяна Леговна, а мы не развернули. Сейчас развернем. Здесь, я тоже удивился, но это сын. Раз ты, говорит, идешь, ну, ты прихвати, подали, говори, то же самое. Это в качестве вечного огня. Ну, предложение такое. Она не посвящена такой, да, и чтоб выдумка. Но я думаю, она подойдет именно, чтоб зажечь свечу памяти. А что, 9 мая все правильно. Да. Это уже не мне, это вот прям детям. Пусть они сейчас разберут. Дети, открывайте. Открывайте, и сейчас мы зажжем вечный огонь. Пусть нам и нельзя в библиотеке, но тем не менее, мы себе позволим. Еще, дорогие друзья. Сейчас я вам дам. Я не ленюсь и всегда говорю, что ведущую роль, конечно, вот, вот, представители ветеранской организации, которая живет и здравствует, и мне очень радостно и приятно осознавать то, что именно организация живет и не сдает позиции, ранее завоеванные. Вспомним мы тех, которые с нами нет, и председателя, которым мы проводили последний путь, ну, и нынешних. Вот вас, дорогие друзья. И я в вашем лице, вот эти часы, которые вечные, как говорят, они, вы знаете, ну, как называли, АЧС, там, в кабине самолета, здесь и электро подключено, и противогололедные, и противоморозные. Поэтому разрешите, вот, в вашем лице, председателю совета ветеранов, вручить, вот этот памятный подарок, чтоб часы шли постоянно, Валерий Михайлович, и жизнь била ключом, как она сейчас бьет, ветеранской организации, Бельбекского авиационного гарнизона. Вручаю. Дорогие друзья, я по решению ветеранской организации авиационного гарнизона Бельбек в преддверии праздника 80-летия страны освобождения города, героя Севастополя, одному из инициаторов создания этой медали, хочу вручить медаль номер один, будем считать, из 160 экземпляров генералу, лейтенанту авиации Ефремову Виталию Петровичу, постоянному помощнику нашей ветеранской организации, другу, товарищу отцу. Разрешите вручить от вашего отца? Спасибо. Удостоверение вам. Возьмите номер один. 8 мая вы вручите 159 медалей, оставшим... Вместе будем вручать. Служу Великой России. АПЛОДИСМЕНТЫ 6-й. Ну, я рассказывал, в подвале молокозавода в Донбассе там жду. 50 километров в Краматорске я там родился. Жду, когда подвигаемся понемножку. Ну, я думаю, и запорожье освободим, чтобы я снова к отцу съездил. На кладбище. Там он захоронен в братской могиле. Спасибо вам, уважаемые дамы, дорогие друзья. Большое спасибо. Наталья Петрович, подождите, давайте зажигать, раз вы... Кого зажигалки? Давайте. У тебя есть? Понимаете. Сумку? Да, сейчас дам. А скажите, вот... Не надо, хотя она лево. Назначена как-то? Нормально, да? Нет. Уже нашли. К вечному огню. Есть. Откуши, да. И она памятная, пускай стоит. Только, конечно, жулку с огнем уже. По-моему, вчера 375 лет была пожарная служба, да? Сегодня. 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 Не спеши. Стоять. У нас тут можно ими командовать. Николай Валентинович, сплюнь. Три раза. Хуть, хуть, хуть. Не дай бог. Никаких пожаров. А там пожелали сухие шланги, чтобы были. Вот, посмотрите, да? От души. Класс. Ребята, спасибо. Красота. АПЛОДИСМЕНТЫ Вечер на наш юг в легендарном городе герои Севастополя. На веки и века слава, слава, слава. От души. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Наши троекратные УРА! 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 Спасибо. Упереди на следующий счет. Что с этим произнесем. Дорогие друзья, очень много посылок пришло от Виталия Петровича. Ну, например, вот такого содержания. В основном это книги исторические и связанные с авиацией. Так как Виталий Петрович всю жизнь свою посвятил авиации. Около сорока лет уже. И имел положительный номер в номер 14 бортовой на самолете. Это одна из первых вот таких посылок. Идем за второй. Ну, в два раза больше было переслана в адрес Валерия Михайловича. А там на батарею 30, да? Дальше мы вот смотрим опять. Я не буду все книги показывать. Виталий Петрович уже командовал московским округом. Он там находился. Поэтому и книги вот оттуда пошли. Поискав его страны. Они очень дороги. Такая книга. Вот такая. Все, что связано с жизнью и авиацией. И вот такая легендарная книга. «Сто лет Качи». А Качи, вы знаете... Вот нас, учитель Николай Иванович, москвитель. Книги все новые. Кстати, мы филиалом были от Качи. В 16-м году у нас в Санкт-Петербурге. в Санкт-Петербурге. И детворе в том числе. Да. В Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге. Мы с сыном живем. Он помогал мне. О, посмотри. А что это такое? Барабак? Барабак. Рубка с дыша. Я такой. Как и не ожидал. А не беша, товарищи? Вам интересно? Вот этот, вот этот надо. Вот этот бешок. Оцените. Вниз, а потом... Вниз, вниз. Вниз сначала. раз, два вещи? да не знаю что это не достаньте это что то упутанное здесь это что то не побилось да, не побилось это все так потихоньку потихоньку аккуратно вот смотрите вот я говорю аккуратно не поломайте аккуратно вот видите а здесь оказывается самолеты которые нам надо модели собрать и здесь тоже самое подержи вот так покажи а я вот над земным шаром она на подставочке вот это одна из моделей вот вот таким образом в общем работа здесь видите какие модели ну самые любимые ну которые я освоил в свое время вообще самые современные на сейчас авиациях особенно для меня дорог и на котором я ну прилично полетал МИГ-31 вы сами видите и я в то время и в одноклассниках сказал там пару слов которые прислал мне я говорю он до сих пор еще до конца не изучен он не выдал все возможности МИГ-31 до конца еще еще будем осваивать и там кстати решение принято на уровне правительства МИГ-31 будет совершенствоваться постоянно огромнейшие возможности кстати ну и необычные мы привыкли же ведомый ведущий да ведомый где пара звено впереди а на МИГ-31 сзади ведомый сзади и он может управлять спуском ракет крылатых с этих вот ведомых самолетов ну это одна ну просто нюанс ну вот четыре самолета будут в музее да спасибо еще раз Валерий Михайлович от души дать вам чтобы авиация дельберцевая цена гарнизона ветеранская организация развивалась и шагала дальше без остановок официально для Виталия Петровича песня из кинофильма «Нежность к рыбучему зверю» написала замечательный поэт песенник автор замечательных вещей который вечный Юрий Висборг поэтому всех прошу подпевать с моим Серегою шагаем по Петровке по самой бровке по самой бровке жуем мороженое мы из остановки в тайге мороженое нам не подадут то взлет то посадка то снег то дожди сырая палатка и писем не жди уйдешь молчаливо распадает рассвет уходишь уходишь счастливо приходишь привет идет на взлет по полосе мой друг Серега мой друг Серега Серега Санин с Серегой Саниной и подним легко под небесами другого парня пекла не пошлю то взлет то посадка то снег то дожди сырая палатка и писем не жди уйдешь молчаливо распадок рассвет Уходишь? Счастливо Приходишь? Привет Два дня искали мы в тайге капот и крылья Два дня искали мы Серегу А он чуть-чуть не дотянул Совсем немного не дотянул До посадочных огней То взлет, то посадка То снег, то дожди Сырая палатка И писем не жди Уйдешь молчаливо В распадах рассвет Уходишь? Счастливо Приходишь? Привет Спасибо вам за все За подарки И за участие в воспитании Подрастающего поколения Питали Петрович, спойте пожалуйста Спеть? Да Это интересный номер Какой-то намек Это прямая просьба Так, а вы все подпеваете У нас был эпизод Как-то мы Да-да Ну-то мы вместе пели Во всяком случае В авиации заведено Что все авиаторы Ну не то, что обязаны А должны петь И пели постоянно Пилота может не быть А некоторые На музыканта На музыканта Были обязаны И на память Вы знаете Неожиданно так Во всяком случае Подпевали И я знаю Что и голоса были Ничего И получалось Какая авиационная песня Давайте смуглянку Тяжело? Мне в сверху видно А все А Дождливым вечером 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 Когда пилотам Скажем прямо Делать нечего Мы приземлились За столом Поговорим о том О всем И нашу песенку Любимую Своем Пора Путь Дорогу Дорогу Дальню 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 Идем Над Билым Порогом Моржу Серебряным Тебе крылом Пускай Сбаза Бросит нас Далеко Пускай Ты К сердцу Никого Не допускай Спереди Будет Срока Не Сверху Видно Все Ты Так И Знай Ты Так И Знай Я бы продолжала И продолжала Это мероприятие Потому что У нас тут И очаровательная Татьяна Евгеньевна А какой у нее Голос Давайте пять минут Татьяна Евгеньевна Ну что В преддверии Прекрасного праздника Дня Победы Я с удовольствием Буквально чуть-чуть Татьяна Евгеньевна Весна 45-го года Как ждал тебя Синий Дунай Народом Европы Свободу Принес жаркий Солнечный май На площади Вены Спасенной Собрался народ Старый млад На старой Израненной В битве Гармонии Наш русский Играл Наш солдат Помнит Вена Помнят Альпы И Дунай Тон Светущий И поющий Яркий Май Вихрь Венцев В русском Вальсе Сквозь и года Помнит Вена Не забудет Никогда Легко Вдохновенно И смело Солдатский Вальс Этот Звучал И Вена Смеялась И пела Как будто Сам штраус Играл И парень С улыбкой Счастливой Гармонь Свою В сердце Прижал Как будто Он Волжский Видел Разливы Как будто Россию Обнял Помнит Вена Помнят Альпы И Дунай Тон Светущий И поющий Яркий Май Вихрь Венцев В русском Вальсе Сквозь и года Помнит Сердце Не забудет Никогда Что с наступающим Глава Субтитры